Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я очень хорошо, сегодня я очень много жил. Я сейчас в Алматы области, но направляюсь сейчас в Житсу область, который находится сейчас недалеко. Я сейчас нахожусь вблизи населенного пункта Шенгельда, можно сказать почти на границе двух областей. Населенный пункт здесь называется Шолак, про него будет отдельное видео на канале. Нахожусь в горной местности, горы Шолак тоже называются здесь. И сейчас через эти степные горные дороги постараюсь попасть в населенный пункт Харашока. Про данный полузаброшенный аул будет отдельное видео на канале. Ищите Шолак Аула или Село Шолак. Так, выезжаю отсюда, поедем как говорится по данному бездорожью до аула Харашока. Также на карте еще нашел отметку Харашокинский и еще на другой карте нашел отметку Старый Харашока. Я так понимаю, сперва аул Харашока был в одном месте. Если вы смотрели на канале видео про Айдарла Аула, то там тоже был старый Айдарла. И походу здесь такая же ситуация. Был сперва один аул, потом там, не знаю, люди перестали в нем жить, и потом появился второй аул. Вблизи аула Шолака растет небольшой лес. Протекает речка. И по таким вот живописным дорогам сейчас направляюсь в Харашока. А раньше это, конечно, тоже была Алматинская область, но сейчас уже с образованием новой житвы области. Данный населенный пункт находится теперь в другой области. Так, мне каким-то образом нужно будет попасть вот на эти горы. Здесь протекает речка и должен быть какой-то подъем. Потому что дорога куда-то все же ведет. Растут березы. Если знаете название местных рек, то, пожалуйста, делитесь. Буду только рад. И другим, как говорится, зрителям тоже будет интересно почитать. Это что за ковш здесь такой лежит? Так. Видно, что здесь кто-то проезжал недавно. И, кажется, это мотоцикл. Ох, какой подъем. Ничего не видно. Конечно же, до самого Харашока есть нормальные асфальтированные дороги. Ну, я так думаю, что они асфальтированные. Если ехать со стороны трассы Алматы-Талт-Курган, так как там находится основной въезд. Вот прям осень в разгаре. Красота. О, переезжаем речку. Отлично. Оказались уже, можно сказать, на другой стороне. Если вам интересно посмотреть только сам аул Харашока, конечно же, можно будет перекрутить это все и не смотреть данную дорогу. Но данная дорога красивая. Местность живописная. Обязательно оставлю в комментариях под видео геометки самого аула. Места, где я катался. Вдруг кому-то будет интересно. И вы захотите сюда приехать отдохнуть. Вот, смотрите, какая классная поляна. И здесь, кстати, тоже есть чье-то хозяйство. Стоит дом. Видно, что он жилой. Так как есть даже окна. И вроде как он со свежим ремонтом. Ну, вблизи есть вот такая речка. И очень такие большие, красивые деревья. И местность такая очень симпатичная. Далеко, конечно. Примерно 140 километров от Алматы. Но в целом с ночевкой можно приехать. Не знаю, кто здесь живет. Но местность у него красивая. И речка, и деревья, и вот такое у него даже, наверное, своя гора есть. И свет есть, конечно же. Так, вот, вижу дорогу. Сейчас будем ухать налево. В основном, люди, которые живут так в отдалении, они все занимаются животноводством. То есть, держат скот, барашков, там, коров, лошадей. Ну что же, пойдем на подъем. И здесь, на этом холме должна быть дорога, не асфальтированная, конечно же, до аула Карашока. Так, ну что же, я выехал из этого ущелья. И так же, по полевым дорогам сейчас поедем в сторону аула. Здесь, видимо, какая-то частная территория. Вокруг откопали вот такие бугорки, точнее, насыпали. Есть столбики, кабель. Сейчас заедем в, по отметке старый, Карашока, а потом уже поедем в действующий. Дорога здесь, видите, обычная, не асфальтированная, полевая. А здесь, кажется, вот слева и с правой стороны выращивают сено. Кстати говоря, с левой стороны где-то там должен быть хребет Архарла. Ну и, соответственно, перевал Архарла. Мы сейчас едем в объезд перевалу, получается, по другим таким горным-холмистым дорогам. И объедем, можно сказать, его. Ох, упал в колею. О, всю машину забрызгал. Ого, какие здесь виды открываются, красота. Вижу встречный транспорт. Ха-ха-ха. Я здесь не один такой, кто катается. Вижу вот эти строения большие. Кажись, это старые коровники. Видимо, здесь раньше была какая-то ферма. Или, может быть, я доехал до старого Карашока. Ну, сейчас поближе посмотрим. Там уже будет ясно. Вокруг здесь пасутся лошади, коровы. Сверился с картами. Нет, это не старый Карашока. Это, видимо, здесь раньше какая-то ферма была. Там вот вроде как даже есть живой дом. Это хозяйство остается по левую сторону. Еду вдоль столбов лэп. С правой стороны могила старая. Две могилы. Есть знаки. АО ЖУСАН. Не копать кабель. С левой стороны большое поле что-то выращивают. Однозначно. Уже собрали урожай. Вдоль поля есть такая дорога. Встречаются вот такие развилки. Но в дальнейшем видно, что дорога соединяется обратно. Поехал по самой накатанной дороге. Видимо, она легче. Вот здесь также пасут овец. Вот здесь также пасут овец. Видимо, вся дорога будет такая, что вниз-вверх, вниз-вверх по холмам. Здесь вот тоже кто-то живет в ущелье. Тоже живой дом стоит. Едем дальше, поднимаемся на следующий холм. Интересное поле, однако. Такое зеленоватое поле вот по левую сторону. Видать, здесь тоже что-то выращивают. Огромное поле. Тағы бір сайыға түстік. Бұл жерде де өзен ағып жатыр. Ағаштар өсіп жатыр. Еще одно ущелье. Тоже есть дома. Видимо, чат хозяйства. Вроде не выглядит заброшенным. Да, тоже большие такие огромные здания. Похоже на старые коровники. Или, может, кстати, здесь тоже в свое время был какой-то аул. Так как также имеются по пути старые фундаменты, где раньше были дома. И еще другие здания какие-то. Оказывается, это и есть старый корошок. Посмотрел карты, как говорится. Видимо, раньше аул вот так выглядел. То есть он был совсем маленький. И здесь в верхней части аула есть какое-то даже водохранилище. Вестами, как я ранее говорил, сохранились фундаменты. Есть вот такая дорога. Попробуем сейчас проехать по ней. А потом уже в дальнейшем поедем в оригинальный корошок. Новый. Вот здесь вот еще дома раньше были. Вот еще один фундамент. За ним еще один. Были столбы ЛЭП. Видимо, с годами либо упали, либо их демонтировали. Тоже фундамент еще один. И вот так дальше дорога уходит в гору. Есть какая-то такая вот дорога в сторону водохранилища. Здесь тоже есть старые фундаменты. Видимо, были какие-то строения. О, сейчас поднимемся на самую вершину. До водохранилища не доехал, но поднялся наверх. Здесь тоже встречаются бутылки от водки и так далее. А вот и водохранилища. Ух ты, сколько там птиц летает. Красота. Получается, раньше у данного аула было свое водохранилище. А сейчас у водохранилища нет аула. Если мы уже добрались сюда, то получается до аула хорошока осталось совсем близко. Пуехол. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вот только буквально этот один дом выглядит более-менее жилым. И все. Тоже есть такая вот колонка с водой, которая вот беспрепятственно протекает просто. Ну ладно, пора ехать дальше. Продолжение следует... Здесь вот с левой стороны есть кладбище. Продолжение следует... Вон протекает небольшая речка. Пока что не уверен, но, кажется, впереди уже есть асфальтированная дорога. Вот, видать, тоже чье-то хозяйство на территории стоит много техники. Трактор, что-то там для спахивания земли. Комбайны стоят. Ко-700-ы. С правой стороны появилась вот такая огороженная территория. Раньше, видать, была какая-то табличка, надпись. Так, какие-то еще дороги появились. С правой стороны кладбище. Впереди вон там, где растут деревья вдоль. Я так понимаю, там асфальтированная дорога находится. Здесь вот с правой стороны мусульманское кладбище. И что самое интересное, рядом с кладбищем, кажется, здесь находится взлетно-посадочная полоса. По крайней мере, так на карте видно, но очень похоже, будто бы на старый аэродром. Сейчас глянем. Эта дорога уже идет в сторону Аула. Хорошока Аула находится в сельском округе Хорошока. Так, асфальтированная дорога появилась. Нет, это не дорога. Асфальтированное полотно. Большое, широкое. Видите, какое? Просто оно заросло. Это однозначно взлетно-посадочная полоса. Видите, какой асфальт здесь? Какая здесь широкая полоса. Да, и вправду, слушайте. Видимо, может быть, не знаю, для каких-то военных нужд, может быть. Может, здесь вблизи какие-то раньше были военные объекты. Если что-то знаете про это, делитесь в комментариях под видео. Что вот это? Какая здесь получится? Всё. Есть. 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 и здесь взлетно-посадочная полоса заканчивается и обратно обычная дорога полевая в сторону аула интересно что данная полевая дорога идет прямо параллельно асфальтирной дороге здесь вот с левой стороны дорога основная и здесь вот полевая дорога тоже в целом хорошая очень вижу арку аула аула Кретенжоу на въезде в аул есть вот такая беседка до аула проложили новую асфальтированную дорогу но мы еще сегодня успеем по ней прокатиться давайте немного отдохнем также высадили небольшой сад или это будущий парк хорошо каулу кербулак ауданда урналскан наверное есть как парад алматы области депутер брак козыржицу области болда административный центр карашакинского сельского округа является и вроде как еще в данный сельский округ заходит аул архарла вот соседний аул тоже недалеко а есть информация здесь такая что с 1954 по 1997 год село было центром овцеведческого хозяйства карашака на его основе в 1997 году образовано производственное объединение карашака и частные фермерские хозяйства неподалеку от села располагать курган также носящий название карашака вот такая информация хорошо каула добротная беседка также хочу добавить что здесь ловит сотовая связь работает 4g интернет от теле 2 также работает актив но здесь показывает почему-то 4 не 4g от 3g из как парад больше булаву да и командам дать радыкин почти проживает здесь две тысячи человек ауинда аулу караб шайк здесь вот прямо на въезде воу заканчивается новая асфальтирная дорога продолжается старая сфортированная есть дорожное освещение с левой стороны посмотрел по показателям высоты показывает что мы сейчас находимся на высоте 1035 метров над уровнем моря ортал кучеса резко же маму код жартла и асфальт жартла и просто наполовину таскать дорога есть наполовину нет морская в ауле есть школа есть мечеть посмотрел также есть как бы акимат местный позже оба и бику щаса магазин вот здесь есть помимо того что здесь есть новое освещение дорожное есть еще старое освещение которые вот находятся на столбах лэп с правой стороны есть площадка есть футбольное поле в клетке есть вон там двухэтажное здание может быть это и есть акимат местный а так выглядит как здание конторы в период совхоза рядом с футбольным полем есть еще детская площадка оказывается пешеходные знаки что-то здесь все раскопано какие-то люки торчат из-под земли интересно в ауле есть канализация или водоснабжение газовых труб не наблюдаю газа видать еще нет нордукена ползона и солдай и вон там двухэтажное здание и здесь вот одноэтажный дом такой похож на пункт полиции и он там есть старая какая-то заброшка здесь вот еще на обоих она есть орешки пицца фри вафли деда тапсы раз кабл даймыс и рядом есть вот такое крупное здание большого а о нау жерде мэгент и и орын асхан сякты хауптай мақтеды порога жумыстары жүргізу атыр а объект түлк жаты и мараты күрдели жөндеу жумыстары реставрационные можно сказать идут работы а напротив есть памятник и у памятника есть вот такое двухэтажное здание тоже довольно старенькое видимо мы сейчас находимся в центре аула рядом есть какое-то госучреждение может быть здесь находится акимат местный также здесь вот мечеть есть есть 5 ноября выбора акима жетсу обласа кербулла хаудана да это точно центр аула макдаулет декене анкар декене магазин и сатлады дом продается также есть и новостройки тоже предлагаю до конца данной улице проехать посмотреть что есть еще там в верхней части но здесь реально прям перекопали будто что-то прокладывали аслан декен магазин здесь вот с правой стороны дороги есть тротуар внутри здесь где я вот 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 и вот 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 в на других улицах тоже есть асфальтированное покрытие и на этом все выезжаем из аула можно сказать конец асфальтированное покрытие здесь правой стороны какой-то последний дом есть и я думаю можно уже разворачиваться там выше есть кладбище посмотрел на картах здесь оказывается выше там есть две плотины еще там вот где-то со стороны аула тоже есть еще одна плотина то есть можно сказать здесь есть система водохранилищ аула 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 и аула аула и аула 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 и и аула и аула и аула и и аула и 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 ничего точно сказать не могу несколько зданий нашел двухэтажных не понял что за здание видимо есть еще старая школа и новая школа детский сад потом вот на ремонте стоит кажется это все же дом культуры стоит на ремонте а еще какие-то строения довольно интересно возвращаюсь в центр аула здесь по аулу есть кабеля отказать телеком видимо домашний интернет предоставляют а здесь вот сверху было видно что есть мечеть также есть старая мечеть а а а а Продолжение следует... Кажется впервые вижу в мечети столько растений Такие вот виды открываются перед мечетью Позади новой мечети есть вот старая мечеть Хорошо к ауным мечте И видимо вон там с левой стороны есть балабахша Получается вон там вот мечеть Здесь вот балабахша детский сад А это вот какая-то старая заброшка Тоже заброшенное здание рядом со школой Вот сейчас напротив Тоже окна выбиты Это видимо старый забор А здесь вот напротив находится большое здание Трехэтажное Здесь тоже на территории есть большой фундамент Тоже раньше что-то было Также здесь есть тротуар и дорожное освещение И есть еще вот такая заброшка тоже Чей-то старый дом Трехэтажное освещение Наверное чего-то остались Вон там тоже выглядит на заброшку здания Есть вот такое здание тоже Старенькое Может это старая амбулатория Там по аулу ездят Что-то там с объявлениями Что-то там говорят Видимо что-то продают Или принимают там металл Или типа того А это интересно Что за заброшка такая Такая более свежая заброшка Вышел к Очередному водохранилищу Так скажем нижнее Так как наверху там еще есть Вот и вот это вот здание Обошел с другой стороны С этой стороны Поставили пластиковые окна По всей видимости Собираются реабилитировать Данное здание Кстати по этой улице Нету асфальтированного покрытия Но есть люки Балдаурен Балалалар Шагар Машилок Орталага Наоберничалит Корректор Надо Если честно Впервые встречают Такое Не знаю Это госучреждение Походу еще Невозможно Удержаться От этого вида И И пройти мимо Красота Интересно конечно Что по данной улице Тоже есть дорожное освещение Вон столбы стоят А асфальтированного покрытия Нет И все же конечно Интересно Что здесь находится Двухэтажное здание Рядом с новой школой Может это старая школа Своя котельная Походу была Сейчас выглядит Заброшенным Есть тротуар Не тротуар А тропинка Не тротуар надо есть комитет трех соптор есть тираж видимо реально старая школа обалдеть она огромная кажется я впервые нахожусь такой большой заброшенной школе выход на второй этаж здесь ручки валяются тетради есть разные эти информационные эти доски если не сахта и сетты калашу ару ерек лан бағалау көрсеткестері обалдеть видать раньше при школе еще был этот мини сад если честно это капец как нереально интересно и круто если здесь немного прибраться то суда можно реально туристов приводить то вот школы советской эпохи получается сам естественно вот таком впервые нахожусь интересный объект довольно таки если акимат местный будет смотреть данное видео пожалуйста подумайте об этом чтобы здесь немного прибраться и сюда реально можно как бы привозить туристов работать в сфере туризма потому что заброшенные здания и так далее объекты это тоже интерес для туристов тем более такого масштаба честное слово в казахстане есть столько интересных возможностей для туризма просто как говорится на каждом шагу лестница сохранилась просто отлично зам директора учебной части там вот дверь табличка второй этаж напоминает мою старую школу снова оказался на улице под впечатлениями сейчас нам блин так круто было внутри прогуляться конечно и свою школу вспомнил так вот выглядит школа позади не все дороги здесь асфальтированные с правой стороны здесь находится медведение который на ремонте территория медведение тоже довольно таки зеленые много деревьев есть вот такое двухэтажное сооружение кажется это вот сдалека была надпись какая-то соуда ее торговый дом на вот полгана и соуда и а здесь видим находится местная полиция местные пекарни делают хлеб булочки хлеб по 150 булочки по 70 территория напротив медведение есть сцена к площадь и вот такое двухэтажное здание и там вот памятник от ремонт koy Takesера вот так вот вам дождь вот так вот о в о о о о о о вот такой старинка издания сауэлтын анау жүрде түсініксіз ортасында не жұрланы жұмыстың аяқтауы 25 11 20 23 кербулақ аудандық үшкі саясат мәдениет тілдері дамыту және спорт бөлімі аляқсау NSiuмен бәліген тілдердіулы аяқты кейфір из петрополаски дару гостыңын яүдегі обладабы кейфір қатым bowлы қатыметс Ilsаumsіңіз нелгі қатымақ кейф қүн малақ келган ған Сыңыстың бәлімі и бәрек! дальше так, по аулу есть еще вот такая улица тоже есть тротуар, есть дорожное освещение также если смотреть со спутниковой карт то можно заметить, что вблизи аула очень много полей то есть что-то выращивают огромное количество также еще есть вода, конечно вот такая улица есть вот туда, к примеру, асфальта нет освещения есть без асфальта но E.O.P.D.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.S. еще одна улица с освещением но без асфальта на карте вблизи аула хорошо к верхней части ближе к горам может быть даже в горах находится здесь еще населенный пункт хара испе но на картах обозначено что это заброшенный аул исчезнущее так скажем село видимо упразднили его вот так как по реестру от 2009 года этого аула уже как бы нет в данном районе вот если вы были в кара испе то можете написать об этом комментариях что там есть что интересно можно посмотреть по картам если судить то там тоже есть два водохранилища и также можно увидеть что там сейчас за буквально наверно один дом и какая-то ферма есть видимо какое-то хозяйство может быть также держат скот и разводят овец вернулся на центральную улицу предлагаю уже потихоньку выезжать из аула также у меня было в планах поехать в соседний аул архарла однако я здесь не видел амбулаторию местная я думаю она должна быть примеру вот здесь есть какое-то двухэтажное здание может быть это и есть она тоже есть асфальтированная дорога здесь вот небольшой парковая зона типа а брал на саринку часа всем прям и это улица тоже перекопано что-то как говорится раскапывали а потом не закопали нормально а это уже кстати кажись третья делика по аулу за сегодня без проблем можно на деликах привозить туристов там вместительность хорошая интересно конечно что здесь еще в горах есть может какие-то водопады или озера еще есть помимо водохранилищ а это вот двухэтажное здание по всей видимости так и есть местная больница или амбулатория ну теперь вроде как видели все можно выезжать и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...